Доброе утро, друзья! С вами Гульнар Махмутова. Значит, время делового завтрака. Департамент продовольствия пригласил нас в кафе «Лес». Поговорить о весне, о музыке, о творчестве к нам пришел доцент Казанской Государственной Консерватории, художественный руководитель ансамбля «Симха» Эдуард Туманский. Эдуард, доброе утро! Ваше имя прежде всего ассоциируется с ансамблем «Симха». «Симха» — это национальный ансамбль или интернациональный? Этот ансамбль, безусловно, национальный, но, по сути, он интернациональный, потому что народную музыку могут играть люди разной национальности. То есть это национальная музыка, которую исполняют интернациональные музыканты. Эдуард, у нас сегодня в гостях студенты музыкального училища. Почему вы связали свою жизнь именно с музыкой? Человек начинает заниматься музыкой профессионально или готовится к этому тогда, когда он не может без этого просто жить. Когда вот он каждую минуту об этом думает, а все остальное, так сказать, является каким-то окружением то, о чем он мечтает. Есть другие люди, которые занимаются совершенно другим, но просто любят заниматься музыкой. Но это как хобби, как какое-то приятное время пробуждения и как какой-то элемент тоже развития. В какой момент вы наконец поняли, что музыка — это ваше призвание? Дело в том, что у меня мама хорошо пела. Были фильмы музыкальные в то время. Ну, там, пластинки. По телевизору уже потом позже стали показывать, там, артистов, которые пели что-то. И вот у ребенка возникало, ну, желание кому-то подражать. Меня в консерватории встретил мой будущий потом уже профессор. Он сказал, сначала надо закончить какой-нибудь институт, а он сам закончил до этого финансовый институт, потом консерваторию. Он мне говорит, вот вам надо этим путем тоже пойти, то есть закончить институт, а потом к нам придете. Как раз вам будет там 22 года уже все там. И можно, так сказать, петь уже, аппарат настроиться. В каком возрасте у вас появилась идея создать ансамбль? Я был в ансамбле «Симха», а руководитель и создатель этого ансамбля Ганит Сонц был такой. Скрипач в нашу консерваторию закончил, играл в симфоническом оркестре у Рахлина. Он рано ушел из жизни, и этот ансамбль просто так у меня как бы оказался вследствие вот этого, этой ситуации. Могу сказать, что это очень тяжелая задача, это ты постоянно должен... То есть это как будто у тебя еще одна семья. Ансамбль «Симха», он востребован, вас приглашают на гастроли во многие страны мира. Какая самая далекая точка была, в которой вы ездили для выступления? Не знаю, Америка, Австралия. Австралия. Как вас там приняли? Ну, очень здорово, да. У нас был последний город Сидней. Нас уже, могу сказать, нас даже однажды узнали на улице там. Из чего состоит успех музыканта? Составляющих очень много. Ну, это, прежде всего, профессиональное мастерство. Потом это вот такое состояние самоотдачи. Он должен отдавать себя залу зрительному и зрителям. Потом у него должно быть то, что сейчас называют харизмой. У него должны гореть глаза. И люди, которые его слушают, они должны верить ему. Они должны хотеть его слушать еще и еще. А департамент продовольствия сегодня приготовил вкусный и полезный завтрак. Предлагаю подкрепиться. Всем приятного аппетита. Наш деловой завтрак подошел к концу. Мы благодарим Эдуару Туманского за интересную беседу. Желаем нашим студентам отличных оценок, а телезрителям хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова